Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Я только что пришла с работы. Привет! Вот, и хочу вам показать. Зашла в несколько магазинов. Дело в том, что в пятницу я работаю до трех, поэтому у меня есть время пройтись, прогуляться. У нас сегодня солнышко, и прям я даже не села на автобус, дошла пешком с удовольствием. Во-первых, в светофоре появился вот такой гель. Я не пробовала. Сейчас, я надеюсь, скоро потеплеет, и пойдут покрывала. Всякие вот такие, ну вот для пикника, для природы. И я такое всегда стираю, что-то вот типа такого. Покупаю в светофорах, в доброценах. Он прям дешевый, 130 рублей. Также в светофоре купила набор губок. У меня вообще этих вот металлических у меня закончились, 10 штук. Очень тоже дешево, типа 30 рублей что ли, что-то такое. Потом семечки. Первый раз их вижу. Блин, это вот тот случай, когда они стояли прямо у кассы. Женщина передо мной взяла. Я тоже взяла здесь какой-то огромный объем, 500 грамм. Стоили они, не помню сколько. Чек, кстати, мне, по-моему, не дали. Дальше я зашла в хозяйственный магазин, но он чисто наш местный, называется Фея. Мне кажется, такие магазины есть везде. И, как правило, там такой ассортимент, которого нет вот в магните, в каких-то сетевых магазинах. То есть это местные, местные там у них привозы товаров. Очень часто у них акции, вот 300 штук вот этих салфеток стоили 40 рублей. Мне кажется, это очень выгодно. Дальше также у меня закончились не только металлические, но и обычные губки. Я вот эти люблю губочки. Они такие удобные держать. Единственное, они не очень большие. Также по акции... Опа, сейчас у меня может упасть этот пакет. Нет. Единственное, я шелестю... А, вот что еще я взяла. В светофоре появилось новое мыло отбеливания. У них было такое синее. Сейчас вот розовое. У нас его не было. Я взяла. Пускай будет. Это мыло, оно очень неплохое. Сейчас, я надеюсь, что лето тоже, когда наступит, будут ковры. И я буду стирать. Дальше. Фея. Я взяла Золушка. Мыло от пятен. Вообще, первый раз вижу это мыло. Я ни у кого его не видела. Удаляет трудновыводимые пятна. Изготовитель AMS Chemical. Россия, Москва. В общем, что-то интересное, что-то новое. Может, кто-то пробовал? Напишите, пожалуйста. Из мыла также я увидела фея Люкси. У меня нет ни одной Люкси с хлопком. Просто очень классно. Я так довольна. Она сказала, что ее только привезли. И что у нас? Масло Ши и Миндальда. Хорошенько. Короче, у меня, как видите, мыльный такой поход немножко тоже был. В фее также я взяла по акции Мастер Фрэш Аромат Лимона. Она сказала, что очень хороший гель у меня закончился. А до фикс прайса как-то вот мне не с руки было идти. И еще, знаете что? Я давайте покажу, у меня упало. И еще немножко предметов гигиены вообще никогда не показываю. Но сейчас такое время, когда девочки снимают отдельное видео о прокладках. Вот такие натурелла в местных магазинах, они дешевле сейчас прокладки, чем во всех магнитах и так далее. 120 рублей стоило. Я люблю натуреллу, мне она нравится. И еще мне очень нравится, если уж мы пошли по откровениям. Сейчас скажу, какие. Еще очень хорошие прокладки, кто не пробовал, вот эти. Я недавно для себя их открыла, они прям классные. Не могу сказать, что они дорогие, но я, в общем, вот этот сегмент мне очень нравится. Так что начинаю, в общем, с таких очень... Подвину немножко. Повседневных, можно сказать, покупок и необходимых. Сейчас залью в другую упаковку. И я очень рада. Вот, кстати, это вот прям то, что мне реально было нужно. Салфетки тоже, потому что у детей, как правило, то насморк, то вылили, то капелька, то еще что-то. Я повседневно не покупаю дорогие салфетки. Не вижу в этом смысла. Белые салфетки идеально. Всем привет, всех рада приветствовать. Надеюсь, вы соскучились. Так, хочу вам показать, чем мы были заняты. Все майские праздники. И вообще не только майские праздники. Дело в том, что... Катюша, аккуратно, пожалуйста. Да, бабуля. Аккуратно. Ножку, 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 ножку. Аккуратно. Так. У Максима проходил в саду Международный день семьи. Утренник, куда нас пригласили. И спросили... Макс, положи книжечку на этот. Спросили, кто может сделать генеалогическое древо. А мне я. Вот ты, вот ты. Вот ты, вот Максик. Смотри, вот папа. И вот мама. И вот, 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 вот так. И у папы тоже очень, очень, очень много родственников. В общем, мы... Макс, может, помоги им. Стретя на нее. Я обзвонила всех своих родственников. Я честно хочу сказать. Я просто связалась со всеми. Это такой повод прекрасный. Все в восторге. Все просят меня скинуть им конечный вариант. Катя, 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 Катя. Вот так, сюда. Делала я с помощью обычной программы, которую нашла в поиске. То есть, это не то, что какая-то особенная программа. Сейчас вам, если хотите, я вам покажу. Вот моя мама. Вот мой папа. Папа, к сожалению, умер. Трагически погиб. Это моя бабушка и дедушка по стороне папы. Это моя бабушка. Фотография дедушки на родине у меня нет. Вот то, что у меня было из фотографий. Это вот мои бабушки и дедушки уже по стороне. Мои прабабушки. А для Максика, видите, написано прапрабабушки. Ну и вот у нас что получилось. Мы нашли прапрапрадеда. А вот это что? С Серёжиной стороны получилось гораздо удачнее, потому что у них даже есть фотографии. Катюни. То есть, вообще здорово, очень интересно. Сейчас покажу вам. Вот Серёжа, вот его родная сестра. Но тут я не буду сильно показывать личные какие-то данные, потому что тоже, знаете, это... Ну, в общем, очень здорово получилось. Если вдруг вы давно хотели, я всегда говорю, что это... Ну, как бы это интересно. И один раз делал, и потом пользуешься всю жизнь. Вот моя родная сестра. Родной брат моего отца. Это мои братья. Ну и тут вот все. Это все как бы мои братья. У меня очень большая родня. Поэтому, когда нас спрашивают, почему у нас так получилось, что на свадьбе в Шуе моих родственников там с моей стороны там было пять человек, по-моему. Остальные были с Серёжиной стороны. А на свадьбе в Рыбнице с Серёжиной стороны, с Приднестровья, был только Серёжа. И всего было сто гостей у нас. То есть, с моей стороны было сто родственников и друзей. И когда все удивляются, я вам хочу просто показать, какая у меня родня огромная. И здесь ещё не все, потому что здесь нет маминой сестры. Мы не можем выяснить, как они... по кому они родственники. Вот это я ещё выясняю. То есть, это будет модернизироваться дерево. Не думаю, что я потом ещё буду его распечатывать. Я не уверена в этом. Но распечатывали мы в типографии. Мы узнали, где лучше. В конечном итоге Серёжа, получается, это размер А0. Серёжа сверстал так, чтобы получился только один лист. Видите, мы всё-таки один раз склеили. По-другому было никак. Но я очень довольна. Я вам покажу фотографию, как это выглядело на утреннике, когда все вышли своими древами. И Максим с двумя воспитателями показал наши. Все были в восторге. Просто классное, в общем, древо. Хотела с вами поделиться. Так, была в светофоре и в фикс-прайсе. В фикс-прайсе у нас привезли вот такое мыло. У меня не было этого мыла. Банное. Традиционное. Атефка. Я очень хотела. Мне нравится, во-первых, как оно шуршит. Во-вторых, оно свеженькое. 2022 год. И оно такое не маленькое. Здесь 190 грамм. В общем, хотела, купила. И очень тоже прогремевшая новинка. Я видела его, по-моему, в магните, что ли, в гипермаркете. В фикс-прайсе оно 37 или 39 рублей стоит. Тоже свеженькое. До 2027 года. На секундочку. Это просто 140 грамм. Я больше люблю факс вот в такой упаковке, нежели в шелестящей. Такое мыло удобнее хранить. Шелестящее. Как-то у меня все время то сваливается. Оно у меня вот так вот, знаете, складируется. В общем, у меня два новых кусочка. Я очень довольна. Дальше, что я еще купила? Это я купила в светофоре. Новые конфетки. Мы уже их попробовали. Какие-то, я не знаю, кокосовые. Меня очень любит кокосовые конфеты муж. Я абсолютно спокойна к кокосу. И в конфетах, и как аромат. Ну, в общем, везде. Очень похоже на, помните, популярные кокосовые конфеты из фикс-прайса. Но мне кажется, эти дешевле. Я не знаю, сколько здесь грамм сейчас скажу. 500 грамм стоят 110 рублей. Да, по-любому дешевле. Ну, к чаю вот я могу съесть такую одну конфету на целую чашку, потому что, ну, супер-супер сладкие. Ну, и то, ради чего я вообще шла в светофор, это канцелярия. Потому что не знаю, с чем связано. Сейчас покажу. Ой, чтобы было удобно. Хочу еще, чтобы эта подушка была. Я так ее люблю. Но в наш светофор уже привезли канцелярию. И тетради очень крутые. Я так понимаю, что они дешевые. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Они предметные. То есть отдельно по литературе, по химии. Все в одной стилистике. Очень хорошая клетка. 22 рубля. Если бы мне нужно было, я бы закупилась, наверное, сразу. Но мне вообще не нужно. Дальше папки разные привезли. Ручки. И цветной картон. Вот я купила цветной картон для детского творчества. Слушайте, хороший картон. Не знаю. Я вот для сада, я уверена, что только так нам пойдет. В школу я не знаю сейчас, какие требования. Я взяла уже к первому сентября для садика. Вот такой цветной картон. Вот они. Вот они чеки. У меня муж спрашивал. Слушай, я принес домой чек. Ты не видела его? Не видела. Это Катя засунула. Вот этот точно такой же. Только разные эти. Здесь 8 листов. 8 цветов. Здесь 10 листов. 10 цветов. Потом вот такой цветной картон. Цветная бумага. Цветная бумага стоит 30 рублей. Но я считаю, что это сказка просто. 30 рублей цветная бумага. Я, наверное, пойду еще куплю. Оно просто очень мало места занимает. И всегда пригодится. Вот 100%. Вот. Вот. И вот. Блин, такая хорошенькая собачка. Короче, я купила вот так. Немножко в запас. Хотя у меня... У меня по-любому есть еще. У меня альбомов очень много. Но таких вещей, их много не бывает, потому что они абсолютно не портящиеся. И потом, когда я нахожу, когда нам дают перед первым сентября огромный список, и когда мне не приходится вообще ничего покупать, я всегда, знаете, так, молодец, Мариночка. Так что вот. Вот такие не очень большие покупки. На самом деле сейчас очень большой завал. Давайте на себя переведу. Очень большой завал. Почему? Потому что Максим у нас... Прошли выпускные. У меня тут открытышка. Родители, чьи дети были в четвертом классе, были в саду, пойдут в школу, узнают, что прошли выпускные. И это такой напряженный момент, в том плане, что у Макса нашего выбрали... Максим не идет в школу, Максим еще один год в саду, но Макса выбрали ведущим. И каждый день у него были репетиции. Мы... У нас была очень серьезная подготовка к выпускному. Даже несмотря на то, что мы не выпускники, должна была быть премия Оскар. Но в связи с ситуацией они отменили премию Оскар. И у нас была просто премия выпускника. Ему нужно было подобрать наряд. Наряд у меня был, не было обуви. Мы несколько дней ездили, выбирали ему обувь. У него были белые брюки и оранжевая рубашка. И нужны были белые... Ну, белая обувь. Такая, знаете, идеально белая. Вот. Мы выбрали. Он все. Слава богу. И у него был выпускной в четверг и в пятницу. Вы знаете, в четверг весь день я переживала, как будто я должна была выступать. Потому что было очень много родителей. И для Максима это первый опыт быть ведущим. Еще и перед старшими ребятами. Ну, то есть, как бы ответственная такая ситуация. Я не тот родитель, который уверен в гениальности своего ребенка. Я прекрасно понимаю, что у меня обычный ребенок, который может что-то забыть или может растеряться. Поэтому я, честно скажу, переживала. Я когда пришла за ними и увидела его, он... Мама, на меня столько людей смотрела. Мне так хлопали. Господи, слава богу. И на следующий день было все то же самое. Но уже на следующий день, конечно, мы так поспокойнее. Его наградили за то, что он, в общем, им помог в организации и подготовке выпускного. Если... Я, наверное, даже вставлю фотографии. Потому что был очень шикарно украшен зал. И вообще выпускной в нашем саду был просто идеальный. Они молодцы. Умнички. Воспитатели, заведующие у нас очень. Я довольна садом. Ну, я вообще ни разу в жизни не... Как? Я не тот человек, который будет там... А вот что-то моему ребенку там не докладывают или еще что-то. Нет. У нас все отлично. Я прям считаю, что от сада очень многое зависит. И большая часть того, что умеет мой сын, он вообще научился этому в саду сто пудов. Особенно, когда мы отдали его так рано. Он, мне кажется, даже есть научился в садике. Потому что, по крайней мере, мы пытались его научить, но в привычку у него это вошло в саду сто процентов. Так что вот. У меня очень загруженная работа. Потому что сейчас приближается сессия. У кого-то она уже началась. И у нас до конца не сформировано расписание. И мы с ним мучаемся с этим расписанием. В общем, в пятницу мне... Ой, это вообще... Выпала честь, в общем, побывать в городе Коврове. В городе воинской славы. Это, знаете, когда ты сидишь на работе, к тебе залетают представители факультета и говорят... Марина, у нас горит билет. Горит билет. Быстренько собирайся и поехали. Бесплатная дорога. И все. Короче, ни с того ни с сего. Я порванула в музей. У нас в Коврове. Ковров — это час езды от города Шоя. Открылся новый музей оружейной славы. Открылся он там, типа, две недели назад. И историко-филологический факультет решили организовать туда поездку. Организовали автобус от университета. И должен был поехать декан. Но не получилось, а билет в этот музей она уже купила. И обидно, знаете, когда потрачены как бы деньги. Ну, в общем, я съездила. Очень рекомендую. Потому что как-то, когда слышишь музей, ну, у меня, такое ощущение, что это какое-то такое старое здание, уже такое с запахом какой-то. Ну, блин, сейчас я знаю те люди, которые связаны с музеем. Они скажут, Марина, ты сошла с ума. Но это какая-то у меня... Какой-то стереотип, наверное. Тут мы зашли в все новое. Все идеально сделанное. Билет стоит 150 рублей в музей. А отдельно мы доплачивали за экскурсию. И я вот считаю, что это музей, куда стоит 100% только с экскурсоводом. Потому что экскурсовод очень не такой, не старой закалки, а современный. Нас встретили и сразу сказали, значит так, телефоны далеко не убираем. Везде будут QR-коды, все можно будет сфотографировать. Телефоны вам будут очень нужны. Это сразу так располагает, что тебя тут не будут, знаете, бить по рукам. Очень много интерактивов. Можно было собрать ружье самой на таких огромных планшетах. Можно было с артиллерией увидеть, как огонь, в общем, как пули летят. Можно было... На стене было ружье. И нажимая на детали, она светилась огромной. Ну, короче, очень круто. И сейчас мне многие скажут, что, конечно, сейчас еще такое время, что, может быть, это воспринимается... Ну, как? Это воспринимается сейчас еще для меня, например. Ты впечатляешься еще больше, потому что идет специальная военная операция. Это у всех на слуху. И каждый день об этом говорят. Вот. И это был второй этаж. А первый этаж тоже была современная техника. И меня очень поразил экскурсовод. И вот последняя комната, это была последняя... Это комната была, которая посвящена была именно Коврову и той промышленности, которая сейчас есть. Он сказал, что все космические корабли, которые сейчас летят в космос, у них у всех есть деталь, которая произведена в Коврове. Кроме оружейных, в общем, у них заводов, у них еще есть космический завод. И он с такой любовью говорил о городе, с таким, знаете, с такой гордостью. Это дорогого стоит. Я давно такого не видела. У нас такой город, что главнокомандующий во время Великой Отечественной войны говорил, что в Советском Союзе три столицы вооружения. Это Ижевск, это Тулы и это Ковров. В общем, короче, мне кажется, по тому, как я рассказываю, понятно, что на меня произвел этот музей неизгладимое впечатление. Сережа сказал, что, правда, он там должен был быть. Я, кстати, согласна, потому что он в этом разбирается намного больше, но девочкам тоже интересно. И, как ни странно, девочек было на экскурсии больше, чем мальчиков. Всем моим подписчикам из Владимирской области, может быть, кто-то посмотрит из Коврова, я передаю огромный привет. Если вдруг вы хотите куда-то съездить и не знаете куда, вот из близлежащих городов, я вам очень советую. Экскурсия идет час, но это прямо незаметный час. Ни разу не... я ни разу не подумала, господи, когда это закончится, господи, как нудно. Нет вообще. И самое главное, что экскурсовод сразу сказал, я говорю, вы не обязаны меня слушать, но ты в конечном итоге хочешь послушать такого экскурсовода. Короче, это была вообще не реклама, но у меня, как обычно, я если о чем-то рассказываю, это как реклама. Я хотела вам... я очень хотела показать и рассказать про констовары, потому что, если вдруг кому-то нужно, у нас разбирают все с щелчу... Вот так вот, знаете, вот так. Надо другой рукой. Оп, вот так. А, мне написали, я показывала что-то, что типа, Марина, где твой маникюр? Ну, вообще-то, это мой маникюр. Просто так получилось, что я сделала ногти и сломала. Сломала на одной руке, на другой руке и решила просто сделать коротенький маникюр. Вот сейчас уже буду делать на эту длину, которая есть. Не переживайте, у меня через месяц уже будут длиннющие мои когтищи, как обычно. Конечно, с короткими непривычно, но нормально. С такой погодой, которая у нас была, у нас только сегодня первый день, ну, прям тепло. Даже в квартире было холодно. В нашей квартире, где я всегда жалуюсь просто, что у нас невозможно, у нас было холодно. Сегодня плюс 21, и настроение улучшилось. Миллион процентов. Ладно, не прощаюсь, еще по-любому что-нибудь, да поснимаю. Сегодня, в общем, я тоже чисто случайно вообще просто мимо пробегала. Я бы даже сказала, фикс прайса и увидела, я не знаю, я ни у кого еще не видела этих новинок. Там есть две. Просто у этого мне показался приятный аромат, и вообще я его почувствовала. А у второго вообще не почувствовала. Аромат потрясающий. Цветочный поцелуй, весенний аромат с согретой солнцем, зеленью. Представьте. То есть, ну, название вообще необычное. Так, смотрите, оно свеженькое. Это вообще мягко сказано. Май 2022-го. И здесь 180 грамм. Ну и второе я давно видела в фикс прайсе. Просто у меня его нет, и я его никак не покупала. Тут, думаю, надо взять. Оно, по-моему, тоже свежее. А, нет, оно, кстати, 21-го года. Даже странно. Но у него большой срок годности до 26-го года. Короче, у меня плюс два кусочка. Ну, как пройти мимо? По 79 рублей они были, кстати. Так, ну что, всем привет. Еще раз я кое-что снимала. Я уже забыла, на самом деле. Потому что, во-первых, показывала вам розы. 14 июня у нас с Серегой было 8 лет, как мы женились в Приднестровье. Это дата, которую мы тоже празднуем. Несмотря на то, что первая свадьба у нас была в Шуе. Мы пропали. Пропали по уважительной причине. Заболело двое детей. Я только что от врача. Наконец-то нас выписали. Заболели. Серьезно. И Максим и Катя. И мы были в таком подвешенном состоянии. Состояние, да, потому что... Сейчас на себя приведу. А, или вот так, давайте. Потому что они понимали вообще, мы будем выходить с больничного или нас положат в больницу. Потому что и с Максимом, и с Катей была такая вероятность. У Кати была пневмония. Летом. И слава просто нашему врачу, который ее услышала, потому что до этого ее не слышали никто. Слава Богу, мы ее вылечили. Ходили на рентген. Максим тоже ходил на рентген. Потому что у Максима было подозрение на гайморит. И у меня был гайморит в детстве. Ну, в общем, только я знаю, что мы пережили за эти три недели. В общем, поэтому... Извините, пожалуйста, что нас не было, но я... У меня не было желания вообще никакого... Ну, вообще, то есть у меня... Все прошло мимо меня. Я очень была зациклена на здоровье детей. Потому что это надо было лечить и решать оперативно. И очень серьезно, в общем. Все, кто мне писали, я всем отвечала. И я не скрывала. И спасибо всем, кто писал. Все переживали, что что-то случилось. Действительно, что-то случилось. Мы возвращаемся. Все нормально на этих выходных. Боже, я такая счастливая, что нас выписали. Что нас послушали. Мне сказали, что у них все хорошо. В общем, слава Богу. На этих выходных у меня такое мероприятие. У меня у подруги день рождения. Мы едем на концерт. В июле у нас отпуск. Тоже, думаю, будут какие-то у нас влоги и все такое. Ну, в общем. Я вставлю все то, что сняла до этого, естественно. Насчет Эйвана, кстати. Хочу с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, вы продолжаете заказывать? Просто я скидываю каталоги моим клиентам. Никто ничего не выбирает. Цены какие-то бешеные. И у меня вопрос, кто занимается Фаберликом. Фаберлик тоже увеличил цены? Потому что, мне кажется, я смотрела. Мне кажется, Фаберлик не увеличил цены. Так. Вроде все сказала. У нас был День города. Кстати, кто не подписан на мой инстаграм, давайте я здесь закончу тем, что покажу. День города сегодня четверг. День города был в субботу. А, воскресенье. И это был первый день, когда мы вышли гулять. Но я как очень хотела. Я купила наряды детям. И они очень просили шарики. В общем, мы вышли на час на утреннюю программу. И потом на вечернюю тоже. Ну и на вечернюю. Во сколько там? Часов в пять мы поехали. Я скину сейчас фотографии. Потому что фотографии классные. И дети хотя бы увидели хоть какой-то праздник. Потому что просидеть столько времени дома. В ощущении, что ты заперт. Спасибо всем большое за переживания. Спасибо всем большое за то, что ждете влоги. За то, что не забываете. Я тоже не забываю. И слава богу. Слава богу. Все будет хорошо. Главное всем здоровья. Всем, всем, всем желаю. Главное здоровья. Потому что это самое важное. И все остальное такая ерунда на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok